Вообще есть такой эффект, он такой полуцелительский, получего, у некоторых зрение восстанавливается Но это случайно, это не специально, некоторые люди ходят прям за исцелением Я говорю, не ходите за мной, я не знаю я Это все случайно просто Мы не знаем, что это такое, если бы не знали, что это такое Да, да, у меня как-то парень привел друга и вот так сидел И тот, кто пришел, кого он привел, ему ни хида не помогло А у этого стопроцентное зрение стало, прикиньте Он неделю у меня в офисе сидел, что-то сделал, что-то сделал Я говорю, отстань от меня, я не знаю, я тебя вообще даже не трогал, ну уйди от меня Я говорю, тебе что, не нравится или что? Не, мне нравится, но что ты, я говорю, просто ходи со стопроцентным зрением теперь и все А теперь у меня зрение садится, сука, кто мне поможет, не знаю Сейчас все уже, я сопротивлялся, все уже Как это, дальнозоркость, близорукость, хер, маме Короче, зрение хорошее, руки короткие теперь Сдалека только теперь вижу Близорукость, что значит? Я его там путаю Близорукость, это когда ты не видишь? Вдалек, да, не видишь? Вот, а у меня, я вдалеку вижу, близко не вижу И близорукость, ты постоянно в очках ходишь, а когда дальнозоркость, только когда читаешь Поэтому А по психотерматике что это? Некрасов говорит, духовная слепота Но если честно, когда вы идете к офтальмологу и вас спрашивают, сколько вам лет, и ты говоришь, там 40+, Те говорят, ну там на полке минус один возьми и иди домой То есть они даже не проверяют зрение Ну и медицину же никто не отменял, в принципе Ну есть физиология, да, и вот этот хрусталик, он утолщается, что-то там, ну в общем Есть свои процессы, поэтому Да, и мне кажется, зрение это, ты не можешь говорить, что духовная бедность, потому что у него дети ходят, но он же не может Нет, нет, Некрасов, я с ним не спорю, если честно Почему? Потому что Некрасов, он смотрит немножко масштабнее, немножко сильно масштабнее, и поэтому Вот смотрите, с любым человеком, если вы будете, вот он озвучит свою проблему Если вы будете ковырять, 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 упрётесь в страх Если начнёте страх ковырять, 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 упрётесь в гордыню, в эго У любого И поэтому, если он говорит, что это как бы духовная слепота Но, наверное, если ковырять, 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 и где-нибудь там будет слепота, выйдет эта духовная Поэтому я не сильно этот у тебя нет это готовность про деньги это только готовность готов когда ты готов и не сомневаешься тебе платят когда ты сам в себе сомневаешься тебе не будут платить никто будущее операционку ну тогда все прибавь а сигматика вообще глаза смотрите кто хочет с глазами прям заняться профессионально и кого задолбала вот эта слепота или какой-то этот жданов о зрении забейте он там вам расскажет как глаз состоит из чего какую зарядку делать короче прям помогает но в основном это лень короче я я же знаю что надо делать те же не делаю это же просто лень вот сейчас у меня зрение которое еще можно корректировать просто тупо упражнениями и я один раз написал вот этот прям вот этот большой рассказ про мальчика вот этот недавно который крайне был в очках просидел три часа его так у меня три дня не было вот я я вот так не видел вообще я думаю нахер эти очки короче я вот прям заходи я прям свое зрение оно мне прям заставляло одеть очки я вот сопротивлялся сейчас я опять вижу вблизи но это то же самое же это же это значит это с родителями со школы что-то туда же не хочу школу ходить не хочу там это дорасти я насколько понимаю под психосоматику можно подвести все что с тобой происходит хоть что будет это корректно или некорректно вопрос такой второй но иногда это это не говорит что там ты когда поймешь свою психосоматику своего здоровья что там придет исцеление это еще проработать надо но это увидеть это только первый шаг же это же прорабатывать надо и не у всех это психосоматика как бы выстреливает то есть это примерно где-то на процентов 30 может 20 у кого прямо потом исцеление идет за счет этого за счет понял проработал там выздоровел вот так очень редко потому что очень много процессов которые идет еще отдельно идут выезжающим момент такой момент вы выбора допустим хочу жить или не хочу до человек заболел допустим и душа жить допустим не хочет ты уже не спасешь то хоть какую психосоматику там хоть усрись там здрасте кого угодно проси помрет но если душа хочет жить и ничего не убьет ее и поэтому очень важно вот это желание жить она очень важно и по моим таким сугубо личным ощущениям люди которые не хотят жить их процентов 70 наверно так или иначе ну отказ от жизни у 70 процентов людей уныние депрессия там в школу тебе в школе двойку поставили ой лучше пиа умер чем двойку поставили там или еще чего-нибудь такое и это же сначала родители начали сильно ругать потом ты не хочешь чтобы тебе ругали и вот эта вся фигня начинается при этом можно конечно как сейчас все делают за обвиняют во всем родители и можно в это очень сильно заиграться тоже вообще это понял что человеческий мозг вообще человек он очень сильно заигрывается потому что он не хочет меняться да и любого человека вот там пошла родология в какой-то момент да и все в эту родологию обвинили свою пра-пра бабку которая там не тому дала потом деда обвинили что он не тут там изнасиловал еще чего не сделал да и поэтому ты здесь не счастлива же гениально же вообще здрасте то есть любой человек он если не хочет меняться он найдет причину почему это не сделать есть люди которые не могут начать видели таких я сейчас вот это сделаю и не начинает и вот он там тормозит и ты будешь ему начинать там объяснять говорю и он будет тебе кивать да я все я сделаю и вот с мягким знаком он найдет следующего гуру который ему будет как бы помогать что делает он прежде чем найти другого гуру он обесценивает от того по предыдущего это он нифига не не помог но я сейчас вот и он слушает новую информацию от другого гуру в какой-то момент он понимает что все равно я делать ничего не хочу он обесценивает в этого и идет к следующему и ходит вечно это вот это я не знаю только таких вот тысячу человек найди и все может не работать вот одних и те же гонять туда-сюда здрасте и поэтому я уже людей если честно перестал слушать когда они начинают сильно жаловаться или вот у меня не получается я не могу вот это все такое вот хорошая история из того разряда и скажи что ты сделал уже сейчас и мы потом пойдем с собой дальше если ты и такие люди они перепрыгивают через этапы я вот это сделаю а мне что это даст до свидания все я на индивидуалку вообще таких не беру когда мне пишут вы за одну сессию мне поможете я понимаю что это не мой общий человек иди заходи в психологии в принципе или в коучинге я просто кто первый раз нету понимания помочь за одну сессию то в природе не существует но в методике такого нету с коучем у тебя начинается терапия на четвертую сессию за него нет до этого три раза ты платишь знаете за что угадайте да ты учишься доверять своему тренеру три раза ты платишь и четвертый раз может быть будет терапия это классика для психолога там хуже еще поэтому чтобы не было ложных ожиданий сейчас пока говорю что вам короче где-то через месяц это все будет платная сейчас я вам бесплатно дам рекомендации которые вы можете сделать ним клянусь это золото прям просто зайдите сделайте вам никто вот не нужен больше в чат вы где сидите мы туда закинем рекомендации просто выполнить там двухдневный тренинг по 8 часов 16 часов прям проработок терапии там вот садишься просто выполняешь со всеми там есть вот эти письма прощения там вот если это вы все сделаете никто не нужен у тебя хорошая память все 170 все 170 40 не туда ведешь смысл писем прощения что твой мозг задолбался быть депрессии да вам все с кем во ватсап всех всех там прям есть список родителей если тебя там установили что-то этот их четверо если бабушка дедушка воспитывал их четверо если тебя три раза бросали передавали шестеро то есть ну вот такое потом родственники пошли там полторы тысячи человек все школа там друзья коллеги соседи однокурсники на все там умершие кого уже нету и себя это вот самый главный персонаж этот ты сам это там где хочешь попросить прощения ты лишь я прощаю себя за то что я сделал этому человеку плохо на спину плюнул допустим вот начали да все давай чуть-чуть по людям пройдемся чтобы примерно был было понимание с чем пришла основное вот так сжимай чего боишься что у тебя самооценка ты замужем не замужем дети сколько дома уже сидишь или работаешь не работаешь иногда переворачиваюсь да я мы съехались четыре года назад я все четыре года практически просидела дома особенно никогда не ходила у меня нет подруг потому что ну как-то сколько лет что я четыре года просидела дома ребенка четыре месяца назад и поняла что я четыре года сижу ходу ходу в декрете у меня есть я пропустила четыре года своей жизни что я сидела дома ничего не делала и это все наверное страхи какие-то потому что я туда куда-то уезжала например на шопинг я еду я доезжаю до торгового центра у меня начинается паническая атака я разворачиваюсь я еду домой заезжаю в отбор и меня отпускают ты на себя деньги трать не можешь или от чего триггер панические атаки не знаю мне просто начинать все хорошо хорошо понял так тебя я знаю ученики скажи да что эти со здоровьем есть аллергия в лекарстве после старшего сцена появилась экзема запор хроническая отстанция запор сказали что это не могу отпустить прошлое держусь я в разводе уже 5 лет все остановись остановись я понял я еще не досказала да давай всего лишь хорошо вроде бы у меня потенциал есть мне все говорят давай давай но какой-то страх держит страх но в общем смотрите псориаз сразу еще раз по проговорю внутренний ненависть себе вместе с аллергией туда же аллергия не принятия себя там вот это у кого там псориаз все что любые кожные заболевания это внутренний ненависть к себе витилиго не за но если вы сюда сядь вот здесь же есть место или кто там ближе сядь ну вот же место есть вот она чуть-чуть выбираешь я если сейчас выручу вы умрете через 15 минут мы пробовали не надо с одной стороны хорошо потому что мне кажется что здесь звукоизоляция как будто чуть есть ну в общем где у меня сбили кожное заболевание это ведь витилиго не знаю что такое потому что скорее всего это тоже что с принятием себя но но не знаю потому что с витилиго не так часто приходят не понимаю если честно псориаза сейчас стало очень много или на меня стали они идти последние 5 лет или ну в общем прям стало много то что не могу начать тебе нужно отпустить то что забегайте тебе нужно отпустить то что ты уже сейчас имеешь и это всегда сложно когда ты свою зону комфорта в 500 тысяч держишь отпустить ее и пойти куда-то непонятно куда где может быть будет миллион я же тебя отправляю не дома сидеть а работать же а ты просидела дома просто так да лежа да только женщины так в активном поиске не знаете да в фейсбуке не пишут в активном поиске лежит дома вы мужиков вы видели в активном поиске они рыщут прям по дискотекам везде на улице ходят а вот лежа у тебя громче говорит отношений шуте ты не работаешь с работаешь не работаешь ты скажи ты зарабатываешь или нет 9 лет вот что ты делала работала врачи что говорят в чем причина вначале они вообще не могли найти говорили у вас все хорошо потом потом начались вот эти гормоны ну это когда они пичкать начали уже да нет до до да и я начала пить мы успеваем потом опять ладно хорошо вы я вам брать 11 лет с мужем и вот у нас сейчас отношения на грани развода да вы чего все там дела да и знаете в этот вы заметили сколько разводов да последнее время шимкентом помощи всех бьет вообще где все эти всю статистику потому что мы когда приезжали в шимкентом вот все разводятся просто поголовно ты из-за чего абьюзит он или что делает все закончено на нас он не смотрел есть все закончится на нас это абьюз был или какого хера это скажи мнение свое пожалуйста это абьюз что там было это все таки абьюз был как с его стороны я вышел и я в сука в каком там сейчас мужикам после бешимбаева всем пиздец знаете этот мы когда из кино из кино выхожу и я думаю это абьюз короче на самом вот моменте где он ее там бил или чего там дело я не понял я не позвонила дочка я вышел и захожу уже все там она там что-то ноет я если честно сильно не понял но мне фраза понравилась заходи мне фраза понравилась там две девочки шли впереди и знаете что он говорит ну вообще на нашем на казахском это ничего страшного на нашем на казахском ничего страшного что он такого сделал бьет он что там пьет не зарабатывает что что с ними так сколько лет замужем вы хорошо просто перестали слышать и уже перестар начали переходить на личность оскорбение разъехались уже он больше тебя зарабатывает меньше сейчас кто больше зарабатывает во сколько раз женщина которая зарабатывает это самая страшная женщина она вы вы будете его ненавидеть вот и с ним да и без него тяжко имя и папа он хороший что за маневр андрей маркеры буты или на пальцах сейчас если есть есть нет смотрите женщина которая стала вдруг зарабатывать больше чем уж это значит что это значит я ему не доверяю пошла работать сама это первое когда завтра можно во-первых потише я и сейчас ничего не изменим поэтому в этот я могу говорить погромче но недолго это кто сейчас и говорит это откуда с кого ряда то ты же пересела или ты не дни ты короче прислушивайтесь вы сейчас под пожалуйста знаете просто посидите потому что если мы сейчас эту суету начнем это не остановится никогда потому что помимо всего у нас есть еще программа которую мы должны пройти если мы сейчас будем короче час потерпите через час на хрен никого не надо будет слышать надо будет заниматься собой хорошо я спрашиваю у людей с чем кто пришел для того чтобы вообще понять аудитории вообще но всем будет интересно поэтому в общем давайте туда нырнем женщина которая стала вдруг зарабатывать сама и тем более она стала зарабатывать больше чем уж там в десять раз это тогда когда я его него уже совсем не верю и на уровне энергии ты берешь его мужскую энергию начинаешь ебашить на его энергии ты не на своей пашешь ты бери ты работаешь на его яйцах но единственное что-то у него оторвало он теперь как мерин из пашешь сама к себе прилепила это немножко уродливая некрасиво но ты фигач такие женщины они в какой-то момент они начинают зарабатывать он больше больше потом ты начинаешь ненавидеть его за то что ты проявляешься не как женщина а проявляешься как мужчина и это вызывает дикое раздражение особенно когда он на диване лежит и ничего не делает да и тебе кажется даже когда он что-то делает это все равно сука дешево понимаете вот вы берете мужика допустим вот но он не за там уровня там в тысячу долларов ты начинаешь сама зарабатывать десять тысяч допустим и ты хочешь требуешь от него чтобы он начал зарабатывать десятку но он не может и он не умеет для того чтобы ему это сделать ему нужно чтобы в него кто-то поверил чтобы он сам захотел и тогда может быть когда-нибудь это будет ты не вытащишь с него десятку есть два варианта как и команда смириться и либо поменять на другого патентного более мужика но знаете в чем проблема патентному мужику то нахер не нужна он тоже хочет заботиться и он хочет быть альфа-самцом он не хочет быть бетов там вторым третьим там каким-то я что говорю есть два варианта либо ты смиряешься и как команда и содержишь потом своего мужика этого либо ты снимаешь эти яйца бубленчики обратно к нему и он может быть начать зарабатывать но тебе придется в него поверить если веры не будет ничего не будет услышала чаще всего это заканчивается разводом и потом она такая самодостаточная одиночная там из этом будет ряд любовников каких-то это может так жить к этому идет а но вы к этому идете стремительно вы стремительно к этому идете потом будешь такой самодостаточная альфа-самка одинокой дыши дыши глубже я немножко усугубляю чтобы был контраст для тебя то есть картинка которой ты идешь чтобы хочу не хочу чтобы ты ну может обратная тяга появится какая-то в обратную сторону пойдешь то что я говорю сейчас я накидываю просто это не это не программа что ты вот так но вся траектория полета которая сейчас у тебя идет она идет к этому если вы сейчас своими взаимоотношениями не возьмете за них они просто посыпятся вторая проблема женщин таких вы начинаете его спасать вы начинаете он тебе приходит гениальные сука бизнес идеи сейчас мы разбогатеем и ты радуешься берешься своего бизнеса и все деньги отдаешь ему он их проебет сейчас подожди скоро придет проходите вон там то есть каждый раз когда ты хочешь спасти своего мужчину остановись еще раз дело на развода еще не дошло но поделили имущество молодец не счет хочешь не ты говоришь дело идет к разводу вы развелись смотрите вот женский женским ум да вы иногда мне кажется приходит женщина хотелось помогите сохранить семью я на чужих кейсах чтобы не было какой-то фамильярности и говорит и короче мы час не разговариваем я давай я подведу итог ты хочешь сохранить семью и она еще сказала я сделала все чтобы ее сохранить но что-то не получается она подала на развод она выгнала его из дома она пошла поругалась со свекровкой завела себе любовника и что мне еще сделать чтобы сохранить семью да то есть ну я просто не знаю что еще туда добавить вы женщина смотрите это мужчинам которые здесь сидят женщина когда подает на развод сама да когда она не является инициатором чаще вы женщины являются сейчас сейчас вы хотите чтобы он пришел сука и полз на коленях чтобы его кишок из жопы вот так вот вылез и он просил прощения весь сука в крови мужчина это воспринимает как предательство он считает что это ну как бы нож в спину и поэтому он тебе дает просто себя предать позволяет и он тебе подпишет этот развод вы не думаете что если вы мужчине ты сама подала на развод и он будет умолять что типа не надо вы же ждете типа не надо а вы получите что надо у нас разное мышление вы не ждите от мужчин того что мы по-другому не можем по сути мы ждем из своей карты мира вы хотите чтобы вас уговорили это же но это же не секс в 19 лет дать а нет не дам да и он такой опять там ну дай пожалуйста тебе уже полтинник ты подала на развод иди нахер поняла мы в какой-то момент уже не уговариваем эти вещи о которых не уговаривают то есть когда ты подаешь на развод это с его с мужской точки зрения это предательство с твоей стороны даже он там сам абьюзер бухает он все равно прим воспримет как предательство чего бросил а нападать на развод он тоже тут еще извращение за ладно ты пришла я пенсионерка дети внуки у меня сколько тебе лет лет сколько тебе 62 хорошо плохие мысли 62 ладно хорошо проходи вон там есть места еще но если есть скажи зуб зуб это щитовидка или что это щитовидка смотри у кого еще зуб и есть а щитовидка у кого-то это самые сильно очень сильно талантливые люди они с очень большими возможностями творческими но они свое вот это явление христа народу они вот нарисовали и спрятали под кровать и не продают и никому не показывают вам очень важно проявить свое творчество ну вот вот так на людях и мало того это надо еще продать суметь за деньги и тогда у у нас девочек приходила вот такой узел вот с кулак и это должны были оперировать но она очень сильно хоть не хотела эту операцию мы спросили сколько времени сейчас она две недели мы две недели она сделала выставку там фотографии сделала выставку причесок она танцевала на людях она пела она продала свои картины эти короче вот она две недели просто все подряд вот бомбила и пошла на операцию сказали операция не нужна после этого она потом родила то есть с таким зубом не ржают но смысле очень сложно поэтому поняла да вот у кого щитовидка в творчество прям мало того в проявление вы можете рисовать и прятать вам надо это туда пойти продать с чем пришла у меня была ситуация мы с супругом вот 7 лет в браке двое детей и мы как бы долго шли в первом ряду 5 лет мы могли это время и поздравить то все хорошо и случилась измена у супруга и вроде бы простила но еще очень есть короче при каждой малейшей юриде она опять выплывает и я не могу с этим расстаться хорошо те сколько лет а ему хорошо у него будет дурацкий экзамены сходи дать что он там у страны уехать зачем тебе в другую страну иметь опыт в жизни хорошо так как кого вот так пойдем где застряла чего год и месяц хорошо хорошо прям сколько хочешь 100 тысяч долларов в месяц хочешь чем занимаешься сейчас маркеры принесут еще туда зайдем ладно деньги же всем интересно я так понимаю да еще поковыряем туда депрессия у тебя чуть депрессия без работы осталось и состояние здоровья все таким работала но я смотрю чуть навороченная к это а почему без работы осталось сократили хорошо ладно а депрессии за чего из-за работы и еще что причина выгорание у тебя ли что нормально нормально депрессия директорская депрессия ничего страшного посмотрим то еще тут директор есть такого все задолбали уже у вас там на какой цене остановились вот где нормально и где потом ком цена даже от 50 тысяч короче это все даром забирайте пожалуйста не шпал как только цена то все потолок и по зрению будет давление и по зрению у тебя из-за чего генетическое это в смысле у родителей было и у те поколениях нет ни у кого не было а почему никто не может у тебя глаукома или что это такое у тебя сетчатка разваливается география сетчатки у тебя резко давление скакало или что почему так случилось резко давление скакануло или что случилось нет у меня получается я вообще мне 25 я родилась со стопроцентным зрением я все время училась в таких школах с повышенной нагрузкой мне говорили это просто стигматика зрение ценится на падать да а потом я пошел в на забав университет на постполитику и там стрессануло и что-то у меня очень сильно начало падать 6 дней и сказали ну лет в 19 еще сказали что а слепно тебя папа таскал или мама туда на забав университет кто тебе так продавливал ты мама это ты кто нет ты кто я хотела ну я хотела начать менять что-то и поступила на государственную политику чтобы сделать мир лучше сейчас ты чем занимаешься сейчас что делаешь сейчас у меня очень плохое зрение я молодец молодец и цена какая у тебя получается сейчас мы делаем тренинги вот играй такие но у нас 15-20 50 сессии это или что можно да сессия но это сессия как 5 часов тоже длится индивидуальные сессии это нормально это это синдром самозванца называется когда цену не можешь поставить за себя хорошо молодец по поводу зрения я знаете вот этот познакомился с парнем у него зрение то же самое что у тебя там резко стала садиться сто тысяч долларов вместе зарабатывает я вообще я вот так на него смотрел и думаю я дебил ты блять умный что сука человек слепой дать зарабатывать больше чем я вообще на него как на героя смотрел люди которые теряют зрение у них обостряются перекос же идет что-то другое и они очень хорошо слышат людей и они вы должны быть очень хорошим коучем просто слишком много ты с собой ковыряешь когда ты в темноте ты постоянно в каких-то диалогах внутренних и и у людей очень сильно ну вот это слышание открывается у меня слух наоборот тоже плохой ты вообще блять это люди заебали тебя или чё а со слухом что у тебя есть причина физиологическая или что нет это тоже нейросенсорная ладно сейчас подожди сейчас тебя все за и кто тебя задолбал скажи сама признаешься или нет а вроде вокруг никого нет у меня нет кто задолбал скажи кто тебя задолбал ладно хорошо все за все ягод общими фразами скажу все я вот это рахатлукум я не люблю честно смотрите есть люди которые рахатлукум да им надо быть для всех хорошими сегодня работал с людьми представьте 9 человек которые все хотят друг перед другом быть хорошими да ты когда начинаешь им задавать вопрос какая-то гжель идет конкретно никто ничего не отвечает и когда ты говоришь у вас конфликт между друг другом нет мы друг друга нет мы друг друга любим вообще братья навек а внутри в коллективе какой-то напряг кто тебе задолбал скажи мне не скажешь ну ты же спрашивала себя не спрашивать эти вопросы не задавала ну ладно очень пришли не не вот да подумай что у тебя сколько это херня очки почему не носишь жданов а зрение прям запиши себе 17 лет тебе сколько лет ты очень молодо выглядишь дорогая он тебя очень так берег или что он забыл почему разводишься он изменил или что он тебе изменил общение дуру на стороне а ты общались они хорошо я понял ты не зарабатываешь вот я содержит или дом ты за чуть-чуть живешь где ты берешь деньги кто вы сестры или что вот сестры все правду говорят что у них то происходит обесценивать и замуж вышла в 19 дали там во сколько хорошо понял тебе придется работать и так не убирается смотрите детская позиция убирается только с принятием ответственности на себя как только ты взял первый шаг сделал и это сработало все тоже в новом как бы в возрослую позицию вылазь нет 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 это под жопу пнуть надо еще сама летела знаете как у кого-то у людей детская позиция самое сложное знаете что окружение потому что окружение постоянно спасает там младшая сестренка она там ее там поддерживают родители и очень тяжело муж когда допустим богатая начинает там просто деньги давать тоже очень тяжело вырваться это кому скажи не поверят но это правда есть женщины которые обвиняют мужа что он мешает ей развиваться потому что они дают деньги поэтому этот вышли пришли финансы работа у нее и после развода ребенок не поделся в садку сколько лет ему она прям на инсулине сидит девочка ладно я сейчас теорию чуть накидаю до 14-16 лет ребенок в поле родителей да и когда вот такие стрессы происходят между вами это это может прям сильно не найти бить это не на всех бьет кто-то там как-то перерабатывает проходит и сахарный диабет это отсутствие внутренней похвалы это тогда когда я себя не хвалю или не могу это либо у кого-то из родителей у вас это есть либо вы в отношениях тоже вот сходитесь расходитесь вот так надо уже сойтись или оборвать прям чуть легче станет а когда ты ее рожала не было у тебя целью его остановить этим допустим был были на грани развода ты родила чтобы он остался такого не было какая-то задача подсознательная была хорошо что-то все равно бывает да смотрите всем женщина то еще не рожал не рожайте для того чтобы удержать вообще не рожайте детей с целью чтобы у него какая-то миссия была потому что это ну очень сильно меняет эту нагрузку на него и судьбу точно цели никакой не было хорошо зачем пришла здравствуйте а у меня когда одиночество это самое главное а а гнев он прям вот такой кто гнев твой да а то мы привыкли к мужей сейчас ходить 8 пока нет а а а ну я и думаю кто там только смелый нет нет потом здоровье и очень больших страх от девочек ой не девочек а в будущем тебе сколько лет нет 47 дети есть муж конечно что конечно сегодня это не конечно где он а хорошо ага сегодня это не конечно потому что очень много этих семей которые ладно понял вы с чем у меня проблемы со здоровьем как-то как-то нет но если я не слезу он мне сразу забавит я прям вам сколько лет я слушаю нормально у меня аллергия но еще у меня получается рак у меня у меня сына в принципе он ничего не делает просто ну как-то не делает то что я он не лучший кто сын дорогие женщины смотрите давайте я вам так объясню вот вы вот живете замуж выходите рожаете потом вы думаете что-то он меня задолбал нахер ну поменяю там разведусь там сейчас другого найду да все что вы с ним не отработали вы отработаете с сыном от сына вы не сможете избавиться нет я не с этой сынью я тебе сейчас просто обещаю все что ты с своим мужиком сейчас не отработала тебе сын все тебе вот так вытащит наружу да понимаешь ты хотела чтобы муж по твою дудку плясал он не плясал теперь сын не пляшет ну как не пляшет он не мучится и все ну да да как некоторые да да я вы все отработаете вы так схаваете вот это все поэтому очень важно в отношениях прям прорабатывать это ты не избавишься от этого ты ну в общем мужчин прощай с папой что у тебя тогда скажи еще со своим да ну так ну а сейчас на нашей нормальной но в своем время у меня определенные обиды были но так когда он уже стал старым у меня было таких ну одинак где он судьбой хорошо слышите да иногда вот прям звоночки фамилию не говори только мы записываем если честно у меня наверное очень много страхов сейчас после развода я чуть больше трех лет как развелась и я сейчас до сих пор не работаю я живу на деньги от продажи своей компании я продала компании вышла замуж чтобы быть семьей ну и ну так получилось что я развелась и теперь не мужа ни компании а теперь ну как бы да мужа нет и что-то начать у меня страхи ходить со встречаться тоже много страхов я не знаю хорошо панических атак нет у тебя нет точно ну имеется ввиду мне просто чересчур комфорт вот я знаю что он же кончится парашют золотой парашют закончится когда-нибудь ну вот я уже понимаю что он закончится и из-за этого мне уже как-то идея приходит что надо что делать нормально знаешь пока и хожу дальше ну потому что как бы бывший муж обеспечивает дочь там учебу и нормально остальное все я и вот под тело из молодых прям захотеть что-то делать хорошо 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 у тебя какая зона комфорта финансовая сколько это тысяч 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 пятьсот долларов ты один не женатая ничего не женатая семья и че уже не то что хватает да она тебя не выкручивают там еще по ночам нет третий срок две недели дети еще дети третий у тебя третий ребенок и тебе полторы тысячи хватает нет ну как зарабатывает и кое-как вот хорошо ладно ага ты как будто была же да или не была как будто знакомый ага говори распространенная проблема мосериас откуда вы все ага сегодняшнего так скажем у меня моменты я сама справлялась прекрасно то есть как там классиками быстро переключить можно перевести да убрать заряд сейчас то есть судьми помогают ты чем при себе лечила в голове ты ковыряла что-то аааа ты психолог еще то есть я занималась хорошо сейчас не справляешься а сейчас справиться не можешь или что где у тебя голова локти и на стене хорошо хорошо второй момент у меня наверно на протяжении последнего года я тем врача не смог поставить диагноз то есть мне сказали что здорово но у меня не реально текает кровь это же лимфа не отечные ноги вообще вот эти отеки это это лимфа это ты думаешь плохо о себе люди думают плохо о тебе короче это ну да сплетень до хера вокруг у меня у меня молодости я тоже отек я 11 лет уже замужем не могу последние годы вообще в принципе даже начать отношения с мужчиной но я даже приятно общаться но при этом я чувствую что я не верю человеку не накаплив и все что то не сейчас скажите что я девочки хотите по морде получить я вот сейчас такую вам скажу есть такая идея да что мужик слабый пошел что то там вот это у кого такая идея это я вам сейчас скажу один раз такой шапалак сейчас получите это не я сказал на всякий случай чтобы я там переведу стрелочки это у Лесли по моему я услышал женщины которые говорят что мужик ослаб он всякие уничтожительные какие то вещи говорят в сторону мужчин вас трахают из жалости вас трахают из жалости сделайте глубокий вдох по круче вас трахают из жалости то есть не потому что вас хотят а потому что вдруг пожалели дышите глубже это очень прям ну такого отрезляющая чуть тема если мужчина никогда не хочет сильную женщину вот это запомните и если он сильной женщиной что то там куда то ложится это просто жалость его стороны просто пожалеть или он просто прикольно но это явно не желание его тебя поэтому вот эту тему из головы прям убирайте у себя я понимаю что есть причины почему вы так думаете да есть внутреннее недоверие там с отца началось первые неудачные там этот любовь там это тянется тянется и если вы от этой идеи не избавитесь ну короче секс будет этот день рождения будет чаще чем секс а да очень так это понятно да то есть ну еще как короткая такая ремарка счастье мужчины я хочу счастье женщины меня хотят и вот за этими там и здоровье вот и там все за этим стоит и красота за этими двумя фразами они очень такие вроде короткие но они очень глубоко вы с чем пришли громче чуть-чуть это у меня давление высокое как давно сколько у тебя 180-140 что давление 200-120 бля у тебя лекарства есть с тобой да да ты скажи что тебе надо пихать куда когда в кризис если вдруг да еще гамонная подушина какой щитовидки а вот кстати я раскупала зремя откуда вы сегодня столько ладно зремя и аллергия вот в последних ватах капец хорошо посмотрите повышенное давление да у меня и тоже присутствует это подавленный гнев это люди очень сильно агрессивные внутри они не могут эту агрессию проявить куда-то и поэтому это давление скачет помимо физиологических проблем там лишний вес там сосуды непроходимые еще что то то есть вот так но психосоматика это гнев нежелание 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 жить пониженное давление это люди которые не сильно радуются жизни им нужно уровень вот это поднять радость им нужно поднять желание жить то есть вот эти из агрессии живут всех поубивать хотят а эти жить не хотят так и не отвечают лежат со своим давлением дорогая ты знаешь у тебя уже зрение это глохнуть начинаешь еще сейчас давление упадет что делать с тобой ты уже я тебе рекомендую вот то что я тебе дам у тебя нету выбора не делать поняла у тебя уже ты как мы это как на раздевание играют когда ты уже в трусах у тебя нету выбора не делать ты уже в трусах у тебя нету выбора не делать у тебя трубы трубы вы остались или нету удалили 90 процентов удаляют да насчет эко швили на раз зайдите найдите ее в этом в инстаграме она таких девочек ведет она там с эко там вот то есть там же колбасит долг ну то есть можете у нее взять там консультацию какую-нибудь это потому что у кого ну еще есть физиологическая возможность к родным тут в принципе можно еще поработать с тобой посмотрим еще и мне кажется что я слишком мягкая я не могу вам посмотрите же женщины предприниматели пожалуйста всех прыгайте вы знаете куда в женственность вы вы не можете смотрите вы не можете жить на мужской энергии безнаказанно долго вы можете на мужской энергии вот безопасно для женщины любой 3-4 часа в сутки в мужских энергиях вы можете находиться больше уже это опасно для здоровья для щитовидки для гормонов то есть если ты долго там 15-20 лет будешь на мужских энергиях тебя начнут все удалять там по-женски потихоньку начнется потом кисты миомы там да 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 вот это все циститы начинается же так сначала цистит потом миома потом удалили что-то вот так начинается то есть сразу если тебе сразу там всю матку удалили это ты лет последние 10 на себя наплевало просто ты просто не заметила цистит не заметила кисту миому короче есть люди которые не чувствуют боли знаете то есть они не понимают что это в больницу надо то есть ну и это вот они просто пролюбили время и потом гасит бачата танцы вот эти все там пластические пластичные которые туда все сексуальные практики вот короче в stories держитесь я вам потом скажу где покупать то есть там прям все протрясете это все но там это пахота прям не надейтесь что это будет легко там такие движения которого никогда в жизни не делали там секса вот так короче просто заходите начинаете это все ну просто делать хорошо раньше я не знал кого советовать там рекомендовать мы нашли теперь этих не таких там которые а там прям конкретно вот это упражнение вот там прям практически не объясняют зачем ты просто берешь весь видео и просто повторяешь и все вы с чем пришли чуть громче по чуть-чуть образ собирательный хорошо давно домой не несет на сигарет на пиво хватает ему нормально то на сетевого вот же дочку поднять хорошо теперь обратная сторона пошла я вас не слышу давно не спишь сколько лет или сколько дней чего пересадка у тебя ему на подавляющие да какие-то там пьешь на чтобы отражение мо понял не будет с тобой понятно у тебя жесткий депресняк проорешься чуть полегчает а ручку ручки ручек нету мужчина с чем пришли где застрял энергии здесь сейчас много будет какая сумма где застрял 5 миллионов это месяц у тебя ну то давайте деньги чуть пять минут 15 миллионов ты где-то ковыряешь хорошо ты хочешь миллионов сто пятьдесят миллионов я тоже хочу больше сейчас-сейчас кто а ты сколько зарабатываешь ну я вот семь восемь хочешь сколько это скромный про месяц да вы все скромные я недавно так же сидел с такими же глазами ты директором не там не в том месте работал я недавно попал в коллектив где зарабатывают от пятидесяти тысяч долларов и выше в месяц я вот так на них сидел смотрел думаю я блять идиот или что вообще происходит тебе сколько надо да вот ты пять миллионов потолок где ты нет не работает сумму не не подожди нет вот теперь смотри письками не меряемся сколько тебе надо нет ну достаточно будет ну 15 все правда подобно да да правда подобно ага просто у мужчин когда начинается я же говорю потом начинают они мериться смотрите вот хорошо суммы такие знаете это достаточно высокие и сегодня я смотрел подкаст сам одних предпринимателей они говорят что предприниматели в казахстане 20 процентов от всего населения 20 процентов и это знаете что это достаточно высокий процент если сравнивать вот ну с ближайшим нашим крупным соседом там примерно два было это вот лет десять назад два процента населения было и п в казахстане 20 процентов заходи то есть для нас это очень хорошо и хорошо что и вот таких людей становится все больше и больше то есть кто стремится там больше там вот это смотрите пять миллионов 15 миллионов если вот это правда семь восемь миллионов если это правда все почему я говорю что вы предпринимателям на слово никому бля не верьте все пиздят почему потому что здесь есть расходы какие они вытащили непонятно вот смотрите беда предпринимательства особенно начинающего которые двигаются до 5 до 10 миллионов дичайшая некомпетентность люди путают доход с прибылью дыши глубже и когда ты начинаешь вычитать отсюда там то 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 тут остается вот так есть еще предпринимательство она же тоже на гордыне немножко да то есть там там же все тусят там что-то это дергаются иногда сказать меньше сумму ну как бы западло как будто но в пробитии вот этого финансового потолка очень важно чтобы была правда то есть если ты будешь врать ты можешь наврать вот здесь тогда тебе тебе будут объяснять я не поймешь ты можешь наврать вот тут но у тебя не будет абсолютно никакой мотивации потому что это будет мечта это не из разряда цель то есть даже декомпозицию не сможет сделать на 100 миллионов если вот из 5 ты живешь 100 миллионов декомпозицию сделать невозможно поэтому поэтому я тебя спросил как бы из этого 15 вот здесь очень важно смотрите если вы вот эти суммы зарабатываете больше шести месяцев вы через такую жопу уже пролезли вот вы прошли уже там первые первые большие траты но какие то там этот может быть дорогую обувь прошли часы уже нажрались да уже попутешествовали чуть-чуть это такая гребаная зона комфорта из которой очень сложно выйти если вы в казахстане тебе и вообще непонятно зачем больше если ты застреваешь в 5 миллионах смотрите как мозг думает мне надо 15 да но сам он ухайдукался блин пока 5 заработал в усмерть просто там хроническая усталость уже он вот этот микро менеджмент свой ручной уже он не понимает что делать и вот здесь на этом уровне смотрите он говорит я хочу там 15 миллионов да мозг что его думает почему туда еще не пришел потому что мозг думает что нужно умереть три раза чтобы заработать 15 да где-то разницы нету разницы нету да 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 и мозг думает что если я умираю за пять значит за 15 мне нужно умереть в три раза больше самое интересное что между 5 миллионами и 15 миллионами твоя жизнь не поменяется никак ты будешь кушать то же самое что ел когда я зарабатывал 5 и когда зарабатывал 15 ты мало то в тех же местах будешь есть ты ту же самую одежду будешь носить и бенефитов в принципе таких больших нету потому что на роллс ройс еще мало а тойота уже есть как бы ну вот так и вот в этом моменте очень сложно найти мотивацию он не может путешествовать он сейчас путешествие уедет у него минус 30 миллионов будет он не может то есть это такая цифра которая уже достаточно но тебя уже привезли твою жопу привязали уже к стулу ты не можешь оторваться у всех этих людей вот кто вот тут знаете проблемы с делегированием вот здесь вот это весь ручной менеджер в основном вот 15 я не знаю у тебя скорее всего команда что то есть но но где-то ты тормозишь это чуть глубже надо нырять очень смотреть но вот это все на ручном 557 миллионов можно делать вот так сидя в телефоне и в одного но 100 миллионов делается с команды без команды вы не сделаете ничего но но здесь охота чтобы как-то эту миллион в команду вложил надо что вывалилась 10 и ты вкладываешь и думаешь вывалится не вывалится непонятно и люди на этом тормозят они просто не хотят менять ту систему которая есть сейчас а вот здесь вот 1550 я не знаю как сетевом маркетинге но в обычном традиционном бизнесе нужно полностью структуру поменять чем сейчас я занимаюсь поэтому это ну чуть мышление ну ты же это уже сделала если ты тут у тебя 15 миллионов в месяц не сделала это еще да все теперь во всех сферах да да я же тебе говорю это это такая сумма смотрите все материальные дырки человек закрыл уже если вы в этом доходах больше шести месяцев вы все свои материальные хотелки закрыли в основные вам теперь надо вам теперь нужно выдумывать новые хотелки это намного сложнее чем закрывать старые мало того мало того вот здесь примерно уже надо искать миссию выше суммы которые пойдут 300 миллионов 500 миллионов там это там нужно уже искать знаете что этот инвестирование инвестфонды вот этот короче туда уходить выше еще пойдете передача прав наследства кого вы будете там кому отдавать кому передавать короче чем больше денег становится геморрой потихоньку увеличивается узел растет короче вот этот когда у тебя ничего нету ты сдох квартиру оставил детям и все проблем нету но когда у тебя деньги перерастают бизнеса есть это это нужно прям потихоньку потихоньку куда-то это все девать вот вам вот троим кто в этот у кого-то еще в такой ситуации в этих же деньгах обратите внимание на команду у меня есть команда это ты где? вот здесь? да и? ну у нас тяпочка постоянно ты значит не доплачиваешь да я буду хорошей работы доплачивать ты наебываешь ну почему ну потому что ты не доплачиваешь они бы не уходили либо ты тиран самодур либо ты не доплачиваешь а если ты не веришь в команду? тихо 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 это я не хочу платить называется а вот есть такое да иногда я не верю хочу всех платить да 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 я же тебе говорю команда и мне сердце не хочет да 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 ты просто платить не хочешь я не упадаю больше я начинаю платить да да вы когда оказываетесь с другой стороны как работодатель у вас мышление сразу меняется сразу меняется ты думаешь за что я должен платить? а я вот заплатил отработал не отработал и когда у тебя эффективность падает и видишь и с другой стороны там что-то происходит без меня знаете что сложно пережить? вот таким вот спасателям вот короче спасателям почему тяжело делегировать? потому что им кажется что он больше не нужен и вот эти кто делегирует они затягивают все на себя и не дают команде работать отпустите команду если она есть вдох команда должна работать сама то есть она должна быть автономна ты должен ее контролировать но она должна быть автономная если ты на ручном управлении будешь командой управлять ничего не получится у тебя ты не вырастешь просто ты здесь и останешься у тебя 40 не будет никогда дыши глубже я вам говорю здесь вот смотрите одно дело пробивать там 500 тысяч миллион пробивать да купил вечно порадовался взял мотивация ну 5-10-15 миллионов совершенно другая технология пробития совершенно по-другому 100 миллионов зарабатывал миллион хочу миллиард хочу еще это это разный как этот разный уровень мышления я так получилось я сейчас хожу на на дни тренинги которые этот каких там эти прям сильно богатые ходят и и я знаете что я там понимаю ни хуя я я вот слушаю вроде слова знакомые нифига я не понимаю я не понимаю зачем для чего и я вообще не понимаю что это то есть и поэтому я всегда говорю что на тренинг нужно ходить на тот на который ты заработал нельзя ходить дешевле должно быть чуть-чуть дорого тогда это будет прям твоя тема но если ты берешь либо сильно дешевые либо сильно дорогу ты там ни хера не поймешь здесь ты уже все прошел там ты еще не дошел например на бизнес класс я за границу не лечу мне жалко лети лети тебе ну смотри тебе конкретно с 15 миллионов если ты хочешь 50 ты должна увидеть 15 человек которые зарабатывают сука 100 ну у меня в окружении все зарабатывают 100 ну как давно 2 года ты делаешь ну иди повтори что ты сидишь тогда что повторять то что делают они смотрите вот вы находите человека который зарабатывает столько сколько ты хочешь уже и просто полгодика за ним ходишь смотришь что он делает ты смотришь как он думает и потом то же самое просто у себя делаешь и все что ты там не делаешь лень тебе работать не хочешь это ладно это что ты не внедряешь у себя скажи что в бизнесе они делают уровень жизни христ что они делают бизнес и чего не делаешь ты да иди ты смотрите вот всем вам говорю в 5 миллионов ты умираешь 20 ты зарабатываешь и раз в 5 легче 100 миллионов заработать еще легче это абсурдно но ты потому что ты все будешь делегировать туда чего ты не делаешь нет технически ты какой-то инструмент пропустила что ты не делаешь не прокачиваюсь быстрее думаю нет 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 давай вот так тебя подвесим пока вопросом повиси чуть у тебя есть просто слепая зона которую ты не видишь если они рядом ходят и ты столько не можешь сделать что они делают в бизнесе по другому иначе чем ты иди в жопу блядь кайфую прокайфую тогда 15 миллионов тебе задания что ты там есть технический какой-то момент чего ты они меньше работают в реальности ну я же тебе про это говорю что у них есть чего нет у тебя да да пусть повиси пока с чем пришла обида отношения к миру обида на кого хорошо вот человек подготовлены все пришли ты в нами что-то вот начать свое у меня сколько лет специальность чем занимаешься ты же золото не человек у меня просто был когда-то бизнес я успешно закрыл потом попытался открыть еще один очень сильно прогорел но мне тогда было 20 после этого я только у меня тоже такая история была я только сейчас очухался ладно сейчас посмотрим здрасте что соотношение смысле мужа никогда не было или что или он не есть но он мудак или что эти женаты почему встречаются женатые мужчины молодец страх замужества я не хочу замуж поэтому хоть такой ну какой то есть внимание ты хвастаешься или жалуешься пользуйся с финансами что ты в найме ты в найме смотрите когда вы уходите на себя там включается многозадачность ты можешь работать отдельно там директором по продажам отдельно завскладом отдельно логистом но когда ты выходишь на себя ты сука все сразу и волосы дыбом если честно после тем более после больших корпораций когда работаете да и выходите на себя волосы вот так дыбом встают от микро задач каких-то непонятных и у менеджеров как если ты еще дошел до топа там да то очень унизительно заниматься вот какой-то днём и и у меня было со мной знаете затык в том что я не хотел заниматься мелочами мне надо было миллионы что привык к этому но когда-то я ушел на себя я начал вот прям по мелочи сшибать ходить очень унизительно было внутри почему-то но когда тебе больше не надо просто тебе больше не надо смотрите люди которые нужны деньги их видно вот посмотри в нее ей надо и прям надо и больше надо вот здесь еще пока не понятно а это она вот недокол где ты устал у тебя выгорание же ты непонятная ты хочешь как бы ничего не меняя чтобы было 50 там чуть надо надо рваться немного чтобы а ты не хочешь ты вот а ей прям надо а я почему говорю что это к разводу движется потому что ее не остановишь сейчас пока ладно что у тебя с отношениями ну конечно слабее на хорошо хорошо мужчина слабее спасаешь это мама включает что-то еще доходишь алкаша да потом его этот потом он бегает или чё чё делаешь да конечно да да это есть такие женщины спасатели знаете у меня один друг был о ему нравилось спасать кого-то и он сука еще с детства извращенец он он брал рогатку и какой-нибудь воробушку стрелял и всю зиму он его в этот лечил блять и весной отпускал потому что но он такой хороший вы тоже самое делаете вы берете этого блять подранка мужика потому что сразу готового я как бы ну недостойно или что-то вот у вас внутри какая-то фигня да и вы берете такого немножко кривого косого кого-то начинаете его выпрямлять он когда становится на крыло он улетает другой которая достойна а ты остаешься как бы это внутри надо проработать возьмите сразу готового не надо никого переделывать я мужчинами женщинам говорю не надо выходить вот у женщин особенно такая идея ну так себе мужичок сейчас сейчас замуж выйду его переделаю его переделаете сломаете вы себе там что-нибудь но не перец а да конечно я столько бесхозных знаю хорошо мы скоро сделаем там этот чат-бот будем раскидывать во всем хороших мужиков вы все пришли до на кого а здесь мужиков много сегодня поработаем хорошо тебе сколько лет 29 не замужем замужем тебе сколько раз предлагали ты отказала скажи честно не генерала сразу а любовница я не хочу до 2 выкидыша ты уже яйцеклетки заморозил или нет еще что давай раз в год короче всем говорю кому 30 плюс и никого нету детей замораживать яйцеклетку чтобы убрать хотя бы напряжение с головы вы же ищите вот смотрите и женская идея не 38 лет я еще не встретила того от кого могу родить я родить я хочу себе кого полюблю вот за 38 лет я не встретила четыре года еще осталось сейчас обязательно кому-то найду у вас климакс через пять лет блять вы чего ждете меня сексистами за этого называют но есть календарь ну как бы физиологически если у тебя нету постоянной социальной связи то 42 климакс салам алейкум иногда в 38 но пусть будет 45 сколько еще у тебя времени почему-то как будто вечный я не знаю ну хотя бы заморозьте хоть суррогатного возьмете душе да ну в 50 там вдруг хочу ходишься скажешь хочу ребенка суррогатная будет закажете заморозь я тебя понял но ты заморозите потом замуж потом выкинешь не надо будет я вам это скажу да вот ты сейчас сидишь там я не хочу там что-то этот вы сперму зайдетесь искать еще вы знаете это вы попробуйте найти мужика который согласится там чтобы ты там себе родила проблема оказывается вы понимаете это мужика уговорить чтобы он в тебя сука как бог длине я так не готов зачем я тут такая безответственно такой шаг я думал вот эти по залету который вы где они все эти мужики которые а хорошо ладно ты еще повыпендривайся но яйцеклетки заморозь на всякий случай что у тебя соотношениями с детьми замужем не замужем ты на кого злая такая ты сквозь зубы разговариваешь на на кого злая скажи ладно хорошо а чё за мужики достал так а какой мужик так достал тебя хорошо ладно может бросишь родишь не твой или его ничего не вы не можете договориться я пошла рожать там тоже делегирование проблемы да большие даже там 7-8 миллиона застряли там в смысле не волну ты не знаешь или не хочешь говорить ой-ой-ой вы ты должна знать сколько он зарабатывает из чего вы дождетесь там снизу постучат где-нибудь так так нельзя так невнимательно финансам все проблемы начинаются знаете с чего из неподконтрольных финансовых потоков когда ты не знаешь вот когда ты знаешь куда ушли ты ладно но когда ты не знаешь откуда пришли это очень большая проблема на кого-то обиделась что они сделали хорошо вы те сколько лет ты деньги им даешь постоянно и что делаешь а им сколько лет я эту песню ни за душ не убьешь зачем ощущение так она сама спасется что ты не говоришь пишу здесь отдельно потом мы сейчас всех спросим потом в эту тему еще залезем муж валяется валяется на ты будешь говорить или зачем пришел до чистота тревожность перед будущим и финансами ты же в нами как ты хоть что-то хочешь пробивать чем что-то можно сделать хорошо это вот окне вот этого тебе сколько лет тебе сколько лет а родители где здесь рядом нет ты сама пришла такая смелая в 19 лет она пришла хорошо вот ты вообще готова таким немножко этот насилие было или попытки изнасилования вспоминай вспоминай хорошо ты сейчас посиди немножко поспоминай ладно это не сразу вспоминается потому что мозг блокирует часто и окне вообще окне это тогда когда ты хочешь скористеть свою сексуальность и привлекательность и и тогда ты начинаешь как бы организм выдает и типа я не привлекательная поняла то есть обычные прыщи как бы вот эти подростков это окей но когда у тебя прям окне это это в 90 процентов случаев это сексуальное домогательство поэтому спрашиваю ты где-то постеснялась где-то испугалась вот этой сексуальности где-то кто-то ну короче ты сейчас меня послушай пожалуйста воспоминай хрена узнать что своими звездами но повспоминай откуда у тебя в этот баг вдруг случился что тебе нужно защищаться когда ты поняла что-то чересчур красивая и привлекательная что это случилось короче посиди ладно пугающую поупирайся посиди вспоминай потому что что-то было так не бывает мы сейчас еще работать начнем она все равно проявится если это было поэтому еще потом после поговорим сегодня все как под копирку да одинаковые сколько лет я 40 ты уже индустрициологов эндокринолога всех прошла или да это что переведи теперь ты истарген уже мерила или нет женский половой гормон замеряла хорошо сколько у тебя сейчас зарабатываешь ты в найме что ли не да как собственник сколько ты где в год хорошо тоже 78 до классно хорошо а почему турция пока там дефолт из-за этого нет я хочу им завозить товары для завода в сырье из Китая и России а у меня таких женщин я люблю вообще непонятно у меня одного такая приходила знаете погрузчики сука где у тебя погрузчики сошлись вообще в голове твоей она еще карьерные какие-то машины прет от кого-то кошмар как у вас это сходится вот знаете этот я всегда слепакова вспоминаю вот эту песню где этот он тебя кинули чо я уже классика он тебе денег взял в оконцовке нет и что теперь что поменялось от этого зачем бери свое золото лежи переворачивайте надо зачем вы ругаетесь нет пять лет ты там или сколько-то там два года в этом в троим трахались и тут что поменялось ну продолжает то же самое дело что до этого делала ты замуж за него хочешь или что вряд ли же пока этот бриллиант и пока потом бриллиантов идет пока лежи я понимаю когда тебе в 20 лет и там переживаешь из-за этого да но когда тебе 40 не переживать чуть переживаешь но у него есть еще женщина чуть передач но боюсь услышала старость столько денег и она не останется не переживать уже есть что далее пока потом разберемся ладно тоже да заикание смотрите сразу пока пока не забыл заикание это всегда какой-то страх чаще всего в 90 процентов случаев это страх перед родителями либо перед бабушка с дедушкой кто-то есть источник стресса для него где-то есть агрессия где его агрессивно воспитывают кто это ну вот надо источник стресс да да вот надо с дедушкой сначала короче дедушки не отправляйтесь с ребенком сама потихоньку это пройдет потом может прийти збр 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 сейчас девочки тоже вы будете переворачиваться все этот психосоматика с пр это тогда когда ты плохо думаешь или говоришь об отце ребенка пиздеть меньше надо поняла точно я и честно я дел просто когда мне это сказали я думаю не может быть и я начал спрашивать потом когда этот игру бьется есть же слабое поле сильное поле вы все обычно же кто-то младше на это вот на него ушло но у маленьких детей поле слабее и ты на них влияешь сильнее на взрослых уже ну как только на подростков почти вообще не влияешь где мы там остановились давай вот туда меня в этом говори кого-то говорила же говори все аллергия внутреннее непринятие себя себе запиши в телефон вы не больны у вас жажда доктор батман хеллитж это что я говорю ссылаюсь на него чтобы вы не думали что я там придумал это аллергия доктор батман хеллитж кажется так но какая-то фамилия такая вы не больны у вас жажда забьете книжки книжка выходит по почитать но это нужно делать круглый год люди которые болеют аллергии на у кого аллергия мучается он они мало пьют воды если они пьют воды много значит а у них не хватает смену минералов солей поэтому батман хеллитж царя с ненависть к себе ненависть к себе вот это себя сожрал и что там ты потихоньку ты знаешь как это жрешься говори а зарплата знаешь уволься вот я не знаю чего ты не знаешь я не знаю что я хочу чем тебе в ивенты не нравится там пять миллионов легко зарабатывается в месяц почему вы не думаете что там где творчество и ты кайфуешь не нету денег а потом я и я работаю на нелюбимой работе мне не нравится а нахрена ты этим занимаешься ты можешь себя в офис нанять к себе ты открываешь ну короче уходишь на себя себя нанимаешь менеджером также работаешь с 9 до 6 чем проблема те надо обязательно кому-то деньги отдавать или что я могу брать есть знаете такое понимание низковисящие фрукты да вот тебе вселенная говорит деньги вот здесь возьми однако нет я не хочу мне другие деньги надо ты же богу в лицо плюешь ну ладно вселенной ладно не будем бога туда приплетать ответственностью да у с папой что тогда у тебя вот теперь иди зарабатываю теперь иди зарабатывай только когда когда в ивенты уйдешь не ищи себе партнера поняла сама не ищи себе партнера сама люди которые ищут партнера да этот вот как это знаете разнесение свойств материала есть такой этот когда я всю ответственность на себя не хочу брать я хочу скинуть это на партнера сама сделай будет намного сильнее все партнеры все партнерство всегда заканчивается но чаще всего рано или поздно это закончится и тебе придется взять все равно ответственность на себя возьми сразу ок садись подумай чуть-чуть женали привет я тебя рад во первых видеть ты в гости зашла или поработать ну и гости я хотела вас видеть с вами партнер у нас есть мне очень интересно я очень рада тебя видеть начнем чем приехала ну я приехала с Америки мы организовывали тренинг там или сейчас я в Лос-Анджелесе приехала собираюсь обратно приехать в Селикон-Годомене там говорят жилки не получше там их много просто хорошо классно хорошо здорово классно вы с чем у вас сколько лет сколько пятьдесят один пятьдесят один пятьдесят три года года у меня с мая месяца начинается обвижка в юридическом называемости от чего мы пока что не только от юридии но они сказали что профит с юридической компонентами у тебя как спасать если вдруг сегодня у тебя лекарства какие то есть как тебя спасать сейчас если что то с тобой случится что нам делать что нам делать хорошо смотрите муж в пятьдесят лет да когда мужчина себе нашел женщину другую вдруг там и любовница появилась сколько лет ты его игнорировала сексуально все все короче ладно понял лет десять короче уже чего уже там заросло все ну и тогда что расстроилась тогда что тогда расстроилась друг ты мой сердечный да я вам потом если хотите схему как уводить мужиков как вообще уводят вообще какие там вот эти программы у него всплывают я вам объясню любого мужика уже там 40 плюс из семьи выдернуть 3 месяца вы все блять жены да вот честно иногда я думаю вы сидите на нем вот 20 лет блять его гоняете он вам деньги носит да и вы думаете что он никуда от вас не денется а он блять денется и его еще угнать можно и он еще как-то кому-то нужен мужики то же самое правда делают они думают есть она вот ходит рядом и ходит ничего не случится а потом что-то случается и начинаются проблемы да не мог он да и что и ты так сказал да дорогой иди да красную дорожку ему да да разницы нету сейчас вы можете договориться если ты такая сейчас осознанная это сейчас может договориться ну это ну смотрите вот либо даже угасают у всех и она примерно начинается там сильно заметно угасать где-то после 35 у кого-то кто-то чуть позже кто там триатлоны бегает у них там в 45 в 50 может быть да потом он думает чем так бегать лучше пусть не стоит да и они не бегают больше но мужская сексуальная энергия и вообще то что у мужчины вот эта сексуальность если он гиперсексуальный и ты ему начинаешь запрещать или не давать и выбрасывать его вот эту энергию он умрет рано а ты останешься жить с цветочками собачками с кошечками понимаешь честный мужчина умирает рано который не изменяет если он твой дожил до 90 он куда-то сука бегал понимаете он куда-то бегал невозможно если ты запрещаешь ему допустим секс не даешь и говоришь тебе материться нельзя через два-три года умрет он это выход это выход куда-то должен быть он должен куда-то бегать куда-то спор где-то что-то это это все равно у женщин тоже есть этот процесс но вы интуитивно уходите в цветочки цветочки кошечки собачки туда и у вас вот это энергия у вас внуки вы туда уходите и поэтому тебе кажется что у тебя все хорошо но у вас все плохо у тебя с твоими внуками с твоими детьми хорошо но мужик нормальный он у него вся жизнь вне дома и с возрастом когда он попадает в дом ему там сука нету места и поэтому он умирает рано либо он находит любовницу где ему там что-то интересно или какое-то увлечение там в виде рыбалки там на две недели свалил вот тогда он будет жить если он ничего этого не будет делать он умрет раньше лет на 15 раньше чем ты но как моя жена говорит лучше умри рано чуть громче в полтора года инсульт у него блять не а врачи что говорят в чем причина тромб типа сорвался это что а откуда капец у него у него возле племянник тоже получил здесь он поставил совсем другой диагноз поставил болезнь но он он нормально и у него у него получала вся вирус сосудов у него получала вирус он вот это может быть да ты ему так сильно занозила или что что сделала предала смотрите вы когда этот с мужчиной вообще когда разводитесь особенно с мужиком вы должны как-то уйти так чтобы у него не задеть его эго и чтобы у него не было ощущения что он что его предали сейчас в рот тапки я тебе еще раз если вы сделаете так что что вот короче если вы по-человечески отпустите он будет тебе помогать он тебе будет все делать но если он будет считать что ты его предала хрен что ты получишь я тебе именно говорю по его мнению на твое мнение всем плевать он же мужик мужчина очень эгоистичный вообще все люди эгоистичные женщины тоже но мужик особенно эгоистичен он мужиком вообще похер что у тебя в голове ну это как понять отпустить и как бы спокойно не танцуй чечетку на его яйцах он тебе сам все принесет а а а вы же копья сука швыряете еще да он уходит вы его добиваете ну если он ушел спасибо дорогие еще раз вы меня услышите пожалуйста если вы хотите поддержки от него расставайтесь по-человечески но если вы его сука хуесосите ничего от него не ждите ну вот и не жди но там же вопрос почему он не помогает понимаете вопрос же в том почему не помогает потому что он считает что его предали и он не будет помогать ты сама детей содержишь чуть тебе отвечать ты просто ну не ты что ему хочешь сказать жестко он единственный сын или что я не могу здесь давно кипит конечно я не могу ему сказать ничего а когда он уходит надо было еще сказать да да и на этот момент надо было мне сказать он думаешь твой желчи не увидит он он это спинку справлять надо это мы сейчас подышим это отдельно потом это не 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 надо это потом лучше приди и как этот сейчас подождите со спиной тоже смотрите там очень много ложных таких вещей потому что все спину когда к мануалистам выходит еще куда то там в спине очень много психологии и пока вы свои психологические проблемы не решите спина ровнее не станет очень да да очень часто спина особенно поясница болит тогда когда ты не хочешь ходить на работу и ты же привыкла в школу не ходить когда простыла да и тебе нужна причина чтобы не ходить мне просто будет сворачивать спину чтобы ты отлежалась когда ты можешь добровольно просто себе сделать выходной но ты не можешь шейный это восемь миллионов сука просмотров у нас нашли на эссихондроз это тогда когда я всех спасаю это тогда когда чужие проблемы на себе да да а искажение это тоже вдовью горбик это еще поясница вот должна болеть да она не болит потому что у тебя компенсаторно ушло туда в вдовью горбик на самом деле у тебя поясница сорвана она просто так аккуратно встала что у тебя вот здесь она вылезла закомпенсаторила и все нерв седалищий нерв агрессия да седалищий нерв агрессия да да и 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 лучше остановить это значит будет его вернешь и бросишь потом ты где застряла вы из-за психосоматики со здоровьем приходите это это мы где-то где так мы так продавили здоровье с папой отношениях и плохо сможем плохо вообще на мужиков обиженная да вся на мужчина обиделась а что у папы судьба у него вторая жена а ты сейчас вторая жена или как он повторяйте а сейчас замужем или нет я убегаю но он я че скажу он все берет я сам тебе скажу например хочу дом в Москве вон те золотая рыбка до как обиделась а ты когда в детстве говорила что у меня так никогда не будет да да хорошо поняла что так бывает да отца поняла из этого не могу идти я вас слушаю да что-то начинаю писать и выезжаю бросаешь как будто у меня везде закрыто ты лучше дома проси там в Дубае теперь еще где-нибудь ты из Узбекистана которая у тебя дом в Москве что ты в Алма-Ате не заказала мне Алма-Ате не заказала хорошо прямо хочется кричать да что нет на самом страх очень обид много отчего не знаю сейчас слушаю всех да у меня здесь есть вообще сегодня мы знаете насобирали этот этот здесь очень вот у вас очень много обид на мужиков мужики сегодня держитесь бля вам будет тяжеловато да раньше я это единственное принимаю вот теперь у нас сколько там трое четверо нет вот так да здрасте здрасте он честный был сейчас тебе сколько лет у него тромб сорвался или что в аварию попал ну это быстро сейчас выключают смотрите вот такие смерти ладно сейчас этот ремарочку сделаю ладно есть возраст вот этот кризис среднего возраста он наверное вот такой основной и процентов наверное по моим вот таким каким-то прикидкам от 20 до 30 процентов людей умирает с периода 38 45 это тогда когда человек не успел выйти на масштаб поэтому в этот период у кого сейчас того сейчас колбасит у вас падают гормоны вас вас там останавливают да вам говорят сука остановись оглядись как можно сделать круче и больше но чаще всего человек не понимает если он долго не понимает до него не уходит его выключают если хотите пожить подольше придумайте себе миссию на ближайшие 20-30 лет я себе масштаб придумал только вот на днях прям мне 46 мне чуть пронесло немножко могли выключить чуть раньше и было ощущение что я умираю у кого там 40 есть такие 38 45 ощущение как будто выключили и ты не понимаешь что вообще что делать потому что вы из того контекста который до этого работал он перестал работать раньше пахал пахал кайф сейчас пашешь и умираешь раньше на зарядку сходил хорошо сейчас на зарядку сходил 3 часа спишь блять да раньше от секса удовольствие получал теперь знаете да секс после 40 это это давайте сверху нет ясно давайте сверху я тоже хочу отдохнуть нет очень многие вещи перестают вдруг работать то есть они работали и вдруг почему-то вдруг перестала теперь и раньше ты там или ребенка сделать вот так теперь тебе сука два года готовится надо правильно питаться что-то ходить там заняться спортом похудеть минус 15-20 килограмм еще что-то да то есть все что раньше было бесплатно теперь стало вдруг дорого то что ты раньше худел минус 20 килограмм за месяц теперь сука за 5 лет 5 килограмм не можешь сбросить это вся фигня это метаболизм это кризис среднего возраста это психологические проблемы это физиологические проблемы это у всех одно и то же мне в там пишут в ютубе типа у меня не так мне уже 70 вы просто сука забыли я когда маме сказал мне в что-то 40 вот неплохо она сказал ты просто не знаешь что такое 60 поэтому типа 60 будет еще хуже 40 типа херня я думаю до 60 еще 15 лет надо что-то ну газону где-то нормально поэтому выходим на масштаб 30 там вот 38 плюс 40 плюс прям думайте о масштабе и миссии потому что и мало того миссия и масштаб должны быть сильно глобальные сегодня сегодня есть инструменты типа социальных сетей где вы можете влиять прямо на тысячи людей и вы должны зайти сюда прям с миссии сегодня не прощают можете конечно повыпендриваться выключат потом уже обидно будет вы с чем пришли ага ты не замужем еще была у вас замужем 10 лет назад а в зиму что вы уже сказали у меня у меня у меня у меня у меня у меня остались у меня хорошо потому что он 9 лет обиделся и он за мной для него я замужем я не он считает что ты его жена нет а ты ему сказала так да я ему сказала чтобы он стал и хотелось бы узнать че на 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 где сколько лет 36 10 лет это ты 26 развелась а тебе сейчас зачем замуж сейчас зачем замуж у тебя взрослый ребенок да ты не родила от него смысле ты замуж вышел он сразу играть на счету будешь на афиг тебя почему лудомания стали говорить я думал это на низом если честно сначала лудомания хорошо крайняя уже да все сколько он зарабатывает а ты ты в найме или на себя молодец а узнаем и до сидит по полам делят они 3 открою там давай чуть проверим дышать начнем чуть этот душного тогда стиха сейчас чуть пусть протянет потом этот закрой никого не шокировать кого не надо ли у кого не за руки поднимите линзы на глазах угол там сетчатка главкома операцию то дело еще тоже поднимите руки на все ну ладно ну и мы а сейчас чуть проветрим сейчас глаза сильно не это не трогаю этот особо волнительно спать хочется надо ли уже давит уже сейчас подожди смотрите у лудомания немножко сюда зайдем это с гиперопекой ребенок это с гиперопекающая мама или кто-то там есть и его просто и у него единственная свобода где он принимает решение это казино поэтому не уходит туда это и для него подмена реальности здесь его задавили я решение не прямо находит сюда либо алкоголизм наркомания туда живу поэтому передавливать человека свободного нельзя его то есть когда вы ребенка вот так в тисках держите нельзя то вот бывает там парень приходом 29 лет ему папа звонит там типа ты где 9 часов вечера блять какая разница ты где это мама звонит куда ты пропал поэтому иди детей очень важно вовремя отпустить и это очень сложная задача раз оказывается особенно когда ты богат когда семья богата еще сложнее отпускать что кажется как он сам не зарабатывает ему лучше пусть у меня сидит ему денег дам надо выгонять плакать в платочек мы вам будем раздавать этот в салфеточки если охота покричать себе рот чуть прикрывать его на чтобы мы здесь не они охренели тут этот мы потом выберем в этот помещение следующий раз получше но пока так надо уже начнешь и скоро кому в туалет надо сходить у вас есть минут пять набрать не можешь если честно так фитнес-тренером наверно будет самая экологичная тема тебе нужно набрать будет его это вот мышечную васу тебе же жир не нужен и ха за еще сверху там чуть внутри ненависть к себе внутренняя ненависть к себе это как тогда когда я виновата очень страхи то смотрите я ничего сразу вот про религию спрашивают очень такая тема которая ну острая надо там вот то чуть чуть не тускаешь потом короче капец будет чаще сейчас объясню они ищут нам спасение это первое второе отчасти ищут перекладывание ответственности на кого-то это очень сильно удобно они дана а чуть не будет у тебя выбор лично туда так сильно вы резко уходит то есть нормально и резко ушел это тогда когда хочу переложить ответственность все да 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 это ну у всех свой путь чё теперь ему сколько 33 или сколько значит поздновато он конечно 33 это духовная зрелость это тогда когда человеку начинает верить в бога ты лучше пройдись наверно сейчас посетите им пройдется андрей потому что 33 года это тогда когда до 33 любой человек не верит ни в кого если его не заставляли то есть ну если там родители заставляют это одно но до до 33 лет еще думаю что я решаю что-то я там знаю в 33 ты понимаешь что ничего ты не знаешь это и тогда люди уходят там вот ну туда в эзотерику в религию куда-то уход можно спросить мне сейчас 33 года сейчас я ищу себя нормально это нормально это нормально это нормальный процесс на ищешь себя на как только начну найдешь ответ пойдут деньги в 40 лет как только находишь миссию пойдет масштаб и деньги то есть единственное что до 33 лет надо впахивать чтобы были деньги потом в 33 года надо уйти немножко сделать так чтобы твой бизнес был этичный и приносил пользу обществу в 40 40 45 это уже нужно искать миссию как только ты нашел миссию все 60 не знаю чё там доживу расскажу это надо в смотрите все же про это говорят нужно взять авторство за свою за все что с тобой происходит авторство все что вокруг это сделал я все на самом деле авторство это знаете такое есть такая книга была иллюзия называлась я не помню кто автор и там было интересно знаете в чем что под человека создавали иллюзию его там где ты кто угодно и эту иллюзию можно было разрушить если найти автора и вот там ищут автора вот той иллюзии которая есть и вот когда ты берешь авторство за все что с тобой происходит тогда приходит ответственность тогда ты можешь перестраивать ту иллюзию которая у тебя сейчас как только ты уходишь в обвинение или в перекладывание ответственности ты теряешь авторство и и с этого момента все чтобы с тобой происходит это то что хочет кто-то другой мама папа социум родственники друзья муж жена то есть очень часто люди сами отдают ключи от своей машины другому человеку в руки это очень сложный вопрос это это сессии 15 если не 30 в течение года у всех миссия примерно плюс-мидус одинаковая но чтобы она у тебя внутри зазвенела дал ты должен против свой свои определенные мучения но как этот поиски у всех миссия примерно там безопасность любовь делиться с людьми то есть ну такое все и но к этому нужно прийти то есть польза обществу там изменение мира там лепту свою оставить миссию всех одинаково но пути как не прийти как это осуществить у всех разные но чтобы эта миссия у тебя внутри зазвенела я вам честно где-то 42 точно ищу то есть уже там пять лет да это сколько не 46 четыре года я короче ищу эту миссию и вот она сейчас только обрела очертания я хочу помогать большому количеству людей не только в казахстане я хочу вот номер это все масштаб выйти и я сейчас немного увидел дорогу буквально вот несколько но вот это в течение месяца происходит очень быстро и сейчас я реально увидел масштаб потому что вы вот такого то что мы сейчас делаем скорее всего ближайшее время скоро наверное не будет потому что будет сильно по-другому будет сильно масштабнее и поэтому ну уже не нужно будет столько людей ну как бы вот так собирать это все мы переведем в другим с другого русла и по-другому это поле это энергетические поля это есть такое как бы посвящение в в энергии и мы через энергополе работаем это не совсем чистая психология это не совсем чистая энергетика это не это не чистая эзотерика это это не чистая наука то есть это везде кусой это не нлп в чистом виде это везде по кусочкам по кусочкам то что у меня наработалось, и то, что работает у меня. И в этом же есть уникальность вообще проявления людей. Ты любые знания пропускаешь сквозь призму себя. И оно выходит какими-то причудливыми формами. Когда ты пропускаешь знания чужие через себя, оно выходит немножко с другими узорами. И вот у меня вот так вылезло. Ну, а как это произносит именно наставник? Смотрите, будет еще отдельное обучение по биоэнергетике. Сейчас мы курс продумываем, и там вот так будет какими-то этапами по чуть-чуть какие-то элементарные вещи. Вначале вот первый курс будет прям сильно элементарный. Второй будем нарабатывать уже там вот поле, там еще что-то, потом посвящение. То есть я сейчас это придумываю сразу на ходу с вами, но это вот мы будем. Потом самолечение, саморегуляция будет. Что я могу сделать сам для себя, чтобы никуда не ходить. То есть мы сейчас, говорю вот этот масштаб, мы сейчас щупаю я. Форматы щупаю, чтобы больше людей возможно было... Миссия. Да. Я сейчас только это нащупал. И человека с миссией, его видно тоже, он становится уверенный что ли. Какая-то уверенность появляется в себе. Ты не думаешь о каких-то мелочах, у тебя вот, ну, какие-то масштабы. Для детей вряд ли, наверное, нет. Ну, не знаю, такое. Ну, я не думал ограничения по возрасту, потому что мне казалось, что они, зачем им? Ну, может быть. Да, да. То есть, мне кажется, немножко рановато, можно, могут заиграться, да, не туда. Вот детей лучше с наставниками, там надо будет дописать потом это. Что там от, там, 22, допустим, лет. Чтобы немножко сознание было твёрдое. У 16 лет, у подростков, если честно, каша в голове. Это другая тема. Это вот Джанаурупак, идите туда, дайте Асхату Абжанову, пусть он там занимается. Себе запиши туда, дай. Знаешь его, да? Да. То есть Асхат Абжанов. Он красавчик прям. Он вот то, что касаемо подростков, детей. Я так разговаривать не умею. Это может ползать. Потому что я, ну, на матах протащу. Игорь, а почему такая вот большая скриненция? Не разводишь. Женщины перестали, смотри. Женщины перестали терпеть, это раз. Женщины стали зарабатывать, стали финансово независимыми, это два. Третье, как бы, 2000 лет патриархат был. Сейчас идет матриархат, поэтому сейчас будут нас скоро дрючить все. Он пускай меня. Зачем? Я не знаю. На сходе же попили же попросил. Нет, нет, это же вещь, это, ну, чем договариваться с Сироновым мужиком, лучше договориться, ну, вот, с женщинами друг с другом. У нас сейчас все усредняется, и, как говорит Ситников, что скоро, там, ближайшие 2000 лет, или сколько, там мужики исчезнут, как вид. Нет, 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 потихоньку хромосомы отмирают, женоподобных мужиков становится все больше и больше, с женскими проявлениями мужчин становится больше, и мужчина, который тестостероновый, скоро будет на вес золота. И становится меньше с каждым днем. Но вы, женщины, вы все идете на тестостерон, вы знаете? Я прям, вот, ну, допустим, когда мне было, там, 40-42, у меня низкий был уровень тестостерона после ковида. В смысле, его вообще практически не было. Вот хрен соберешь вас. Как только тестик поднялся, все, вот, у меня 50 человек. Кстати, я ковидом 20, уже умирала, лежала. Ковид ужасное заболевание. Вот после этого я ужас никогда не вижу. Да, да, да. Это, смотрите, я прям рекомендую, вот, кто особенно не может спать, холодная вода, ваш лучший друг, по 30 секунд утром-вечером постойте под холодной водой. Потому что сгорает кортизол, оказывается. Тот кортизол, который ты наработал за ночь, он сгорает утром с холодной водой. Тот кортизол, который ты наработал днем, он сгорает в холодной воде в душе. Он сгорает в холодной воде. В принципе, даже в холодной воде. Ты, в смысле, обливаешься, тебе не помогает? Нет. Ничего не поможет, я сейчас скажу. Теперь, смотри, я вам дам номер телефона, или идите в ДФитнес, там их зовут Игорь Фидореев. Игорь Фидореев, это инструктор по подводному охоте. Идите ныряйте. Да, и тут нельзя вниматься, там физически особенно есть. Что у тебя там? Ну, меня выкидывает, обратный выкид у меня идет, и у меня сознание... Что значит обратный выкид? У меня вот здесь вот неправильное строение, и когда я всплываю, я сознание теряю. Что у тебя не... И физически нельзя вниматься. Нет, объясни, что у тебя не так. У меня вот здесь немножко другое строение пазы. Ага. И дайвингов физически нельзя заниматься. Ты задерживая дыхание не можешь делать, или что? Нет. Причина с потерей сознания, объясни просто. Ну, это вот, грубо говоря, там 5% и всегда происходит. Я понял, причина физиологическая в чем? Неправильное строение пазы. И что они делают? У тебя нос не дышит, или что? Я не знаю, там как-то регулируется давление, когда я подъезду всплываю. Это мы проходили, я даю... У тебя мозг болит, или что происходит? Я не знаю, я не теряю. От боли? От боли? Мозг потеряется. На какой минуте? Даже 15 секунд, да? Я занималась на сертификат, но я все равно не могу это делать. Странно. А как ты сертификат получила, ты? Вот так, через того, что меня просто поднимали, ловили, и вытаслили из воды. Бля... Вот ты тоже, бля, упрямая ее. Вот вижу, цель не вижу, упрямая. Я бы один раз сознание потерял, всех нахуй послал бы и пошел. Прошла все уроки. Я когда всплывала, каждый раз теряла сознание. Ну что, я сертификат получила, такая счастливая, он будет без... Ты отличница, да? Да. Ага. Только отличники так могут умирать, блядь, и получить диплом, как-то красный. Да, это как-то получилось на мотоцикле кататься, хотя, в принципе, я вообще не хотела этого делать. Все здесь, да? Продолжение тогда. Андрей, подойдет, не ходите только туда-сюда, ладно? Сейчас начнем мы. Смотрите, муж валяется на диване. Муж валяется на диване, и муж зарабатывает меньше, чем жена, это одно и то же дни? Да. А то это же, да? Да. Муж валяется на диване, когда, знаете, мужик, смотрите, мужик ничего не делает рядом с тобой тогда, когда ты сама можешь. Когда ты не просишь, а идешь, делаешь сама. Очень многим женщинам почему-то, ну, западло спросить, что ли, или попросить, или уже задолбалась, я ему уже год говорю, лампочку поменяю, он, сука, не меняет, поэтому сама закрутила. Но закрутить лампочку, мужчина не закручивает лампочки, это запомните. Мужчина спасает мир. Расскажи, как тебе там, сука, плохо без света, как ты чуть не угробилась, он быстро вкрутит лампочку. Заботая о тебе. Но просто лампочку поменять он не вкручивает. Поняла? Надо уметь просить, если это так правильно. Да, да. Нужно, и потом нужно, о, Господи, если б не ты, я бы... У мужчин завышенная еще раз гордыня, она очень больше сильно, чем у женщины. У женщин тоже есть эго, оно чуть извращенное тоже, но мужское эго, оно... Короче, вот видите, у меня лишний вес, да, сильно как бы, да? И когда мне говорят, ты такой красивый, такой стройный, я же, сука, верю. Я же верю. Но когда ты женщине скажешь, ты такая красивая, там, подтянута, она скажет, у меня еще воздействие. А мы верим, понимаете? И поэтому мне, когда жена начинает в уши лить, я говорю, ты, короче, остановись. Потому что я сильно неадекватно становлюсь. Я реально верю. Что классно? Верить в себя. Нет, ты потом с лишним весом хочешь, кажется тебе, что ты красивый. Я думаю, он 35. Спасибо. Мне 46 лет. Да, мне все там, вот такой жирный этот. Я думаю, я на вас, сука, в 46 посмотрю. Жирный, не жирный. Там что-то случается все равно в 40. Кто бы что ни говорил, в 40, как гарантийный срок тела заканчивается. А после 55, это вообще? Да? Я уговорю. Ой, господи, ладно. После 30 тоже так не очень. Нет, ты видишь, до 33 ты точно не думаешь о здоровье. Чаще всего. До 40 ты тоже, в принципе, не так сильно им занимаешься. Ты думаешь, а, я там, что там, быстро чуть побегаю, и пройдет потом лишний вес. И в 40 ты понимаешь, что ты уже бегаешь как в 30, но ни хрена не помогает. Потому что у тебя как инсулинная резисценция начинается. Тебе надо держать диеты, и все. Почему говорю про фридайвинг? Потому что я недавно первый раз на открытую воду отнырял в Копчегае. Вообще, знаете, вот психология, да? Ныряю, короче, у меня тренер-извращенец, сразу говорю. Я нахожу таких увлеченных людей и хожу учиться к ним. Все увлеченные люди растягивают твой просто мозг, ну, как этот... Вот они просто тебе показывают грани твоего ума. Первый раз в жизни я одел этот, блядь, гребаный костюм. Во-первых, он, сука, душит, оказывается, да? Он же как вторая кожа такой обтягивающий, и ты задыхаешься. В инстаграме? Да, да. Не, это показывали, ладно, это, ну, типа, прикольно. Ни хрена не прикольно, короче. Ты пока его одеваешь, с тебя семь потов сходит, потому что на улице там плюс 30, а ты в костюме этом гребаном капец жарко, как в шубе. У тебя перчатки, у тебя моторика, короче, пропадает вот эта вот мелкая. И он привез нас на этот остров, блядь, 6 часов вечера. Я думаю, вот хреновое же начало, ну, ну. И я сижу, вот это ружье у меня, потом эта маска эта с этой, с трубкой. Я думаю, как же это все одеть? И он еще подходит, на, возьми фонарик. Я вот сижу на это все смотрю, думаю, я что-то сейчас проебу что-нибудь. И я понял, как чувствуют себя подростки, знаете, они вот, как будто тело большое, а ты еще маленький, да, и ты неуклюже становишься. И вот ты вот в этом костюме становишься дико неуклюже. Я одеваю, короче, маску, этот фонарик на руку, голову вниз опускаю, я трубку проебал. В воде я вот сидел вот так, и мне тренирую, я говорю, я трубку потерял, он говорит, заебал-то, короче, на мою. Я эту трубку одеваю и сижу, теперь ищу свою, короче, минут пять я ее нашел, за камешек завалилась. И, короче, я ныряю, два часа я ныряю, ныряю, ныряю в темноте, короче, там в семь часов темнеет, и мы в полной темноте ныряем. Ищи нихрена не видно, потому что видимость два метра где-то. Еще есть какой-то там термоклин, когда ты попадаешь в туман, это тогда, когда теплая холодная вода рядом, и, короче, вот просто туман. Страшно каждый раз. Вот просто невыносимо страшно, потому что темно и непонятно. Я думаю, не буду я нырять, посижу на берегу, сел на берег, еще страшнее. Потому что темно, никого нету. Ты один вообще посреди моря в темноте. В смысле? За рыбой? Да, да, рыбу стрелять. И, в общем, и рядом, теперь мы два часа поныряли, и рядом мужик такой этот, с нами, который приехал, и он говорит, на какую глубину ныряешь? Я говорю, откуда я знаю? Он говорит, а что часов нету? Я вот так на часы смотрю, я говорю, 7,2 метра это глубина? Я просто охренел, что я так глубоко, оказывается, мы ныряем 8 метров там. Теперь тренер говорит, вот там течение и здесь течение. Для меня это все, сука, туда не заходи просто. И я вот как нырял, так и ныряю. С нами товарищ там приехал, ему, по-моему, похер, вообще он жить не хочет, мне кажется. Он где-то ныряет, ныряет, у нас там метр в 500 стоит лодка и рыбаки сидят с удочками. Я так сижу, где-то так смотрю, темно же, и вот так фонарики что-то забегали по лодке. Да он, что там за херня, блядь. Потом какой-то хер с этим фонариком из-под воды, что-то начинает с ними там рулить. Да что ты за них, да ебал, что вы там вообще делаете? Не видно же, и не слышно ничего. И потом мы уже, когда вылезли, он говорит, я один раз снырнул, второй раз. И меня, говорит, течением под водой просто снесло, говорит. И я начинаю, говорит, ввергли все, а меня, говорит, сносит просто. Но его метра 150, наверное, снесло. Я, говорит, вот так грибу, грибу и, говорит, в лодку башкой. Рыбаки чуть с лодки не выпрыгнули все. Я, говорит, ты капец дебил, ты зачем ты это делаешь? Ну, прикольно, мы поныряли, потом я вот восстановился только сегодня. Я себя нормально чувствую, потому что ощущение, как будто весь сахар и холестерин, который был, хороший и плохой, как будто исчез с организма. Ты не можешь наесться. Просто все как будто пропало. Вот кайф. Вот в октябре опять поедем. Это очень странный вид спорта, почему? Потому что он чуть-чуть на грани такой. И поэтому прям рекомендую. Кому надо дыхание хофа. Ты, если не можешь, я так понял, ты из-за перепада давления не можешь нырять, да? Я могу скружаться, находиться с водой, проходить все там, все будет то, что нужно абсолютно. Но когда я сприваю, за 30 сантиметров до... Воды? До верха. То есть до... У тебя из-за перепада давления тебя кроет, да? Да. Как правильно срабатывается, если продышилась в доме, мне просто выкидывает. Мне нравится обратно, думаю, что-то такое, обратно выбилось, что ли. И я, получается, не контролирую, начинаю терять заслание, и все. Я делаю, что постоянно, когда я всплываю, меня поднимаю. Жесть еще. Автоматически и вытаскиваю. На хрен тебе серификат был нужен? Не хотела. А я думала, а вдруг через три раза пройдет? Не прошу, на хрен. Смотрите, почему задержка дыхания? Задержка дыхания вообще очень сильно, оно сжигает весь холестерин и сахар внутри нишней. И это очень сильная, небольшая нагрузка на тело, и когда ты под водой, ты должен быть расслаблен. Короче, смотрите, все околодуховные практики, которые медитируют, да? Они, когда медитируют, они ничем не рискуют. И ты не понимаешь, у тебя нет адекватной обратной связи, расслаблен ты или напряжен. Так же? Медитировали же? Многие люди вообще не понимают, он попал, получилась медитация, не получилось. Просто, ну, что-то мы там поспали. Так же? Под водой, когда ты находишься в супер медитативном состоянии, ты можешь под водой лежать где-то от минуты до трех. Но как только ты вспомнил, что ты там не выключил утюг, что ты что-то на работе, я сейчас умру, ты всплываешь тут же. Если у тебя нога напряжена на дне, она у тебя всплывает, надо расслабить. Если ты весь всплываешь, значит, ты весь напряжен, надо полностью тело расслабить. Когда ты на поверхности, когда ты напряжен, ты тонешь. И, короче, у тебя вода дает сразу обратную связь о том, где ты напряжен, где ты расслаблен. И ты учишься управлять своими эмоциями, телом. То есть это очень офигенный вид спорта, и при этом он пассивный. Все, за что меня бил папа, там тренер меня учил полгода. Расслабься и ленись. Ни о чем не думай. Расслабься и ленись. Вся тренировка на двух словах. Как вы занимаетесь? Это The Fitness Игорь Фидореев. Игорь Фидореев, он один. А это где? Здесь по голове? Это Шаляпина, правда? The Fitness. Дина. Я не знаю, это с доктором сначала, потом. К Игорю. И почему я его рекомендую? Это один из лучших тренеров. Это не такой, это практический фридайминг. Это не такой просто спорт. Потому что просто спорт я не рекомендую, потому что немножко, тоже извращенский подход немного. Мне не нравится там. Игорь? Фидореев. Фидореев. Хотите я в чат закину его там контакт потом? А то там одни мужики плавают, а женщины появятся. Абжанов. Видели вот этих сорокалетних мужиков, 40-45 лет, которые бегают, ходят, бегают, спортом вдруг стали заниматься, да, там, этот. Это знаете, что, это когда начинается ощущение, что пропадает либидо. То есть он там 10 километров пробежал, стоит, не пробежал, не стоит. И вот это вот ныряние примерно то же самое. Понырял, стоит, не ныряешь, не стоит. Женщина за либидо не гонится. У вас, когда она угасает, вы как-то к нему очень, почему-то очень часто равнодушно относитесь. Для мужчин это реально прям проблема, это истерика прям. Он чувствует, что он умирает, что он не нужен. То есть и он этот. Вообще, все, что не размножается и без либидо, оно начинает, природе не нужно, оно умирает. И поэтому все болезни начинаются с низкого уровня тасостерона или с низкого уровня эстрогена, женского гормона. Поэтому либидо очень важно следить и поднимать. Искусственно, любыми методами его надо поднимать вверх. А как женщина поднимает? То же самое. Тоже спорт, тоже. У вас есть сейчас очень много сексуальных практик, где малый таз растряхивают. Я вам говорю, следите этот, мы вам потом закинем, где надо это взять и чего потренироваться. Но там физкультура прям. Вы никогда в жизни так попа не трясли. Я когда посмотрел, да у господи, где же такое найти-то. Пока там можно, у нас открыто же все. Я пока не понимаю, как лучше вот так, так, что-то. Сейчас подготовьтесь, сейчас будем работать. Минут 20-30 ничего происходить не будет. Тебя вдруг начнет накрывать, будешь плакать. Руки не имеют, это нормально. Тошнить тоже хорошо. Или в туалет бегите. Нашли где туалет здесь, да? Да, да. Или вот урны вот они. Туда можете выливать или что-нибудь там. Кого вдруг тошнить. Нету обязательной цели, чтобы какой-то был выход, там слезы, еще что-то. Может вообще ничего не происходить. Не переживайте, это тоже нормально. Потому что вы все равно, вы здесь пока сидите, это все равно все уже запускается. Еще потом после, на второй день, там понос, тошнота, рвота, там вот этот, короче. Если вдруг ничего нету, тоже окей. Садимся, пишем письма прощения, если хотим прям проработку. Хорошо? Сколько дней писать? 40. Каждый день? Каждый день. Это прям терапия. Это, наверное, единственная самостоятельная терапия. То, что ты можешь сделать. Каждый день? Ну, если вспомнишь, да. Ты же вот позавчера на завтрак что ела, помнишь, да? Вот с письмами то же самое будет. Основной. Всем. Да, да. Всем каждый день. То есть там 170 человек, 170 писем в день. 400 человек, 400 писем в день. Да. Одни письма? Вот нет, разные. На каждого человека одно письмо. Текст, который не нужен, да? А можно на бесплатный? Можете сжигать, можете выбросить. Вы будете делать список. Вот. И если вдруг ты вспомнила кого-то там на 15 дней, просто добавляешь туда список и все. И с этого момента до 40-го дня пишешь опять. Игорь, про какую часу ты говоришь? В WhatsApp? Мастер-класса, который? Да. Это общий. Мне непонятно, вот 176 писем писать? Да. Каждый день? Да. Писем писать? Да. Это потому что терапия. Это вот те, кто говорят, а как я могу себе сама помочь, типа, вот так. Это примерно 176. Это определенная цифра? Нет, это... Это примерно. А у меня не один человек. А? Не один только. Да, конечно. Врешь так? Потом надоедаешь. У тебя лицо там человек на 100 точно сразу. Нет, у меня нет. Ты же очень претензионная. Ну что ты врешь? У тебя претензии к очень многим людям. Нет. Ну, по-троим. Нет. Ладно, 5, да? Нет, нет, это все трое. Да, конечно. А папа-мама? Их нет. А бабушка-дедушка? Какая разница? Какая разница? Обиды там остались, может быть. А мужики твои? Ну да. Ваня-то лая, да? Загибаем в пальце. Если вы мужика не помните, на кого обиделись, просто образ и туда же вкидывайте. Просто мудак-то там. Мудак один, мудак два. Или рвешь, выкидываешь, или сжигаешь там где-нибудь. А насколько подробные письма? Лучше подробно. Прям откровенно, фатально туда вот это все выбрасывайте свое. Нет, нет. И отправлять их никому не надо. На всякий случай говорю. Мы все дадим. Все готово, не переживайте. Я почему, смотрите, для чего я вот каждого спрашивал, чтобы у вас, просто вы когда озвучиваете, вы уже работаете. А вы запомнили что-то? Да, прям. Это не сильно, как бы, это больше для вас, да. Просто мы какие-то темы начинаем потом подводить, ремарочки какие-то делать, да. И тихо-тихо туда идем. Мы как-нибудь разборы еще начнем делать, ну, то есть, там чуть по-другому будет. Вообще будем работать только с тем, кто здесь. А вот люди, которые сидят, будут работать с собой сами там на этом. Такие есть бизнес-разборы, но нету психологии такой еще пока, ну, так не делали пока. Мне кажется, очень классно получится. Там вот до кишок можно вывернуть человека. Я сегодня предложил, сказали, мне не надо. Ты чего будешь? А? Страшно. Страшно, это да. Потому что там есть такая обратная связь от аудитории какой-то человек. И особенно хорошо, когда там друзья пришли, там еще кто-то. а не тебя сестра, подруга, брат какой-нибудь, он тебя все сдает про тебя. Нет, потихоньку, потихоньку начинаем. Потом обратная связь опять от аудитории, ага. Извините, а вот это то, что сегодня мы будем прорабатывать вот это ощущение, когда тебе вообще ничего не надо, все, все. Сейчас подожди чуть-чуть. Ну, просто когда сейчас такое состояние, что. Это, я не знаю, я это состояние захотеть. Я вам говорю, смотрите, я с 42, наверное, или с 40 лет, до 46 его вот искал. Сейчас в этом году где-то примерно, наверное, с мая месяца я, кажется, его нашел. И вот сейчас, сентябрь, я, кажется, нащупал миссию. То есть вы не думаете, что, я говорю, я тебе могу сказать ответ, в чем миссия твоя, что этот. Но она не зайдет. Ты должен вот этой муки сам пройти. Ну да, потому что уже как-то 40 лет. Да, да, да. Вот так прям, как лампочки, так, загорается. И эту миссию подсветили вообще люди, которых, вот, бывает же, да, там, ты ждешь от людей, которые тебя сильно знают, там, или как-то, да, то есть, хорошо. А почему ты ждешь оттуда, что тебе подсветят? А ты слышишь вообще, блин, от постороннего человека. И ты такой, я ходил до трех утра вокруг Байтирека, вот, ну, я ушел оттуда в 11, мы с Андрюхой ходили там, круги наматывали. И это когда засветилось, и когда засветилось, это уже не остановить. И вот нужно, чтобы у тебя вот здесь в голове разблочилось. Кто разблочит, хрен, ну, знает. Может быть, сейчас, может быть, там, в такси поедешь, что-нибудь тебе там, что-нибудь скажет, тебе это щелкнет, а? Нет, 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 у тебя вот за третий год, я же тебе говорю, я с 42 ходил. Это когда мне мужчина звонил, говорит, хочу найти миссию, типа, сколько стоит, я говорю, вот, стоит вот столько-то, он говорит, что-то дорого, я говорю, озвучь, пожалуйста, запрос, он говорит, найти миссию. Я говорю, разве это дорого? Для миссии недорого. Да, а миссия – это основная такая тема. Я всегда думал, когда я дойду до миссии, где она у меня, в чем моя миссия? Хотя все говорят, что у меня, типа, уже она есть, да? Уже давно там, типа, там, свет ты несешь, там еще что-то, там, проработки и так далее. Но я не чувствовал ее внутри. И сейчас я только начинаю вот что-то вот там нащупывать. Чем пошел? Надо прям помогать, прям миру надо помочь. Потому что есть, знаете, Некрасов же, знаете, все, наверное, это, да, шарят? Короче, Некрасов – это материнская любовь, кому интересно, почитайте. Материнская любовь к Казахстану прям вот так. Вообще все Средние Азии, мне кажется, это каждого надо в голову запихать. И он мне начал капать вот на мозг последние, наверное, лет пять, лет четыре. Он в России, да. Он приезжает сюда часто, поэтому, почему-то Казахстан ему понравился. И он мне каждый приезд говорит, ты уже написал книгу? Я говорю, Некрасов, какая книга, вообще гонишь? Ну, я, вот чтобы вы понимали, я за изложение, где у меня там сто слов, было 120 ошибок в школе, да, то есть я вообще не умею писать, никогда не писал. И он мне вот несколько лет подряд, как не встретил, ты уже начал книгу писать. Я говорю, какая книга вы гоните? Ну, через час я, блядь, в 46 лет начну писать книгу, никогда не писал. И он это капал, капал, и в последний раз я с ним когда встретился, я говорю, он опять спрашивает.